Вы на канале Science Daily. Первый модуль «Заря» Международной космической станции был запущен в 1998 году. С тех пор прошло уже более 20 лет. На сегодняшний день ряд блоков и модули МКС изношены настолько, что не подлежат замене. А после 2025 года может последовать их лавинообразный выход из строя. И дальнейшее содержание станции будет обходиться слишком дорого. В связи с этим было предложено создать национальную российскую орбитальную станцию с рабочим названием «Российская орбитальная служебная станция РОСС». И в апреле этого года президент Российской Федерации одобрил проект строительства российской орбитальной станции. Строительство новой орбитальной станции, которую будет разрабатывать ракетно-космическая корпорация «Энергия», предусматривается в два этапа. На первом этапе в 2025-2026 годах планируется построить станцию общим внутренним объемом 136 кубометров из базового узлового и шлюзового модулей. В ней смогут жить и работать два российских космонавта. На втором этапе с 2026 по 2028 год планируется пополнить станцию еще четырьмя модулями – платформой обслуживания, производственным, коммерческим и складским отсеками. Это увеличит внутренний объем станции до 464 кубометров, вместимость станции также увеличится до 4 космонавтов. Таким образом, по своему внутреннему объему после завершения строительства РОС будет больше, чем станция МИР, объем которой 376 кубометров, и российский сегмент МКС, объем его 189 кубометров. Планируется, что срок существования новой станции будет неограниченным за счет заменяемости модулей. Кроме того, станция будет способна работать в автономном режиме для снижения расходов на эксплуатацию. На борту РОС будет использоваться различное научно-исследовательское оборудование для дистанционного зондирования Земли, для связи и навигации, для обнаружения техногенных катастроф, для геологической разведки и мониторинга лесного хозяйства. Также предполагается использование станции для космического туризма. Станция РОС будет иметь высоту орбиты 300-350 км над поверхностью Земли. Однако предполагаемое наклонение орбиты новой станции будет сильно отличаться от наклонения орбиты МКС и составит 97-98 градусов. На такие наклонения станции не запускали еще ни разу, но именно такие орбиты удобны для наблюдения Земли, потому что при таком наклонении Солнце находится постоянно под определенным углом, и солнечные батареи станции будут всегда освещены. Запуски можно будет проводить с трех космодромов – Байконур, Восточный и Плесецк. Кроме того, такая орбита позволит наблюдать всю территорию России, включая особенно интересные с экономической точки зрения районы Арктики. Арктический регион будет виден каждые полтора часа. Работы над созданием РОС ведутся уже сейчас. Первый модуль, научно-энергетический, изначально был рассчитан на эксплуатацию в составе МКС. Его рабочая масса составит 22 тонны. Предполагается, что он будет запущен с помощью ракеты-носителя «Ангара» в 2025 году. Вторым модулем станет модифицированный узловой модуль «Причал», наподобие того, который запущен сейчас к МКС. Он будет оснащен шестью стыковочными узлами. Его запустят с помощью ракеты-носителя «Союз-2». Базовый модуль станции планируется запустить в 2028 году. На данный момент согласованы с партнерами по МКС срок работы станции до 2024 года. После этого будет приниматься решение, продлевать или не продлевать срок работы станции. Решение будет основано на техническом состоянии модулей станции. В целом же, по оценкам Ракетно-космической корпорации «Энергия», МКС сможет работать до 2028 года. Поэтому к этому сроку Россия должна будет построить свою станцию на орбите. Тем более, что к 2028 году у Китая будет уже полноценная космическая станция. Также вполне возможно, что своя национальная станция будет у США. Ее разработкой сейчас занимается компания Axiom Space. Всегда самые интересные научно-космические новости вы найдете на нашем канале. Оставайтесь с нами! Субтитры создавал DimaTorzok